17 августа Лукашенко провел совещание с руководством правительства и вновь затронул вопрос интеграционных программ с Россией. Президент Беларуси неоднократно обращал внимание на то, что события прошлого года многое показали и подтолкнули Беларусь и Россию к более активному сотрудничеству. Тем не менее, не один раз высказывалось мнение, что в Кремле изменилось отношение к Лукашенко, что его уже воспринимают не так, как раньше. Вдобавок не раз заходила речь о том, что президенту Беларуси пора уходить в отставку. Но, несмотря на все слухи и разговоры, Кремль продолжает давать средства и финансировать Беларусь. В начале лета Беларусь получила от России очередной транш кредита на 500 миллионов долларов. Полгода назад еще один на такую же сумму. Со стороны это может выглядеть как обычный крупный займ, который одна страна выдает другой и получает свои проценты. Не секрет, что после новых санкций Запада против Беларуси, а также обещанных рестрикций в сфере экономики, зависимость Лукашенко от России выросла еще больше. Однако, по мнению экспертов, у Владимира Путина сегодня радикально другие приоритеты, и он не будет заниматься политическими вопросами Беларуси, пока не решит в свою сторону в украинском вопросе. Они считают, что у Лукашенко сегодня нет выбора, он не будет идти на переговоры с Западом, потому что это война, информационная и дипломатическая. Результат себя не заставит долго ждать, поэтому зависит во многих аспектах от российской стороны. По мнению оппозиции, еще одним важным вопросом выступает засекречивание информации о деятельности промышленных предприятий, предприятий нефтепереработки и металлов, автомобилестроения и других экономически важных отраслей. Многие эксперты считают, что в Беларуси происходит ситуация, как когда-то в Советском Союзе, где общество не имеет доступа к объективной информации для оценки состояния белорусской экономики. Любые данные сейчас становятся орудием пропаганды, агитации или убеждения белорусов в том, что проблем нет. Существует мнение, что государственная пропаганда в Беларуси существенно изменилась за последний год. Аналитики обратили внимание на уподобление белорусской пропаганды российской. Белорусов теперь, как и россиян, готовят к столкновению цивилизаций, холодной, а возможно и горячей войне. Это служит обоснованием для зачистки всего общественного и медийного пространства. К примеру, если до президентских выборов в августе 2020 года госсми просто восхваляли Александра Лукашенко и старались дискредитировать его политических оппонентов, то после этого события пропаганда вышла на новый уровень. В эфире телеканалов стали показывать самооговоры избитых участников акций протестов, признание медийных деятелей в намерении совершать теракты и государственный переворот.